Всем привет! В 2007 году вышла Windows Vista, совершенно большой шаг в развитии операционной системы от мелкомягких. Изменению и улучшению подверглись огромное количество мест, архитектура, интерфейс, пользовательский опыт использования и стандартные приложения. Это всё, конечно, очень круто, но общественность оказалась недовольна. Эта система буквально тормозит на среднестатистическом ПК. Первые пользователи заметили, что новая версия Windows даже в базовых задачах проигрывает тоже XP. В связи с такой шумихой поднялся один интересный вопрос. А что предлагает, так сказать, параллельный мир? Или же Linux-дистрибутивы? Мы не будем разгонять Pentium 4 до высоких частот, как бы нам этого не хотелось. И мы не будем разгонять оперативную память и прочие комплектующие, чтобы получить дополнительные 6 кадров. В этом первоапрельском видео я хочу не только как-то развеять формат, но и показать Linux-дистрибутивы, пародирующие Windows, и при этом они были выпущены в нулевых и начале десятых. В этом выпуске шоу могло быть двое ведущих, однако Илья в данный момент сейчас в отпуске. Он очень хорошо отдыхает. Вот фотография, кстати. Играть в шахматы во время прыжка с самолёта, ну это ж максимально круто. Ладно, итак, слишком долгое вступление. Присаживайтесь поудобнее. Информация здесь не будет как-либо искажена. Будет очень интересно. И давайте, наконец-то, начнём. Первым импортозамещённым Windows из нулевых станет своего рода, можно сказать, легендарный Linux XP. Выпущенный компанией Trustverse, которая, в свою очередь, входила в компанию Inform-защита. Но это не столько важно. Первое упоминание данного шедевра произошло в 2004 году, за шесть лет до оглушительного феномена Балдженос, который об этом пошутил и обсосал на миллиарды мемов каждый, кому не лень. Linux XP пародирует, кто бы мог подумать, Windows XP. И получалось это, конечно, не с особым успехом. Да, тут есть панель задач, значки, своего рода классический пуск и панель управления. Но это всё не особо было похоже на оригинальную XP. Зато они гордились тем фактом, что это, цитата, первая настоящая альтернативная настольная операционная система, сделанная в России. Конец цитаты. Проект не останавливался именно на XP-шке. В 2008 году Linux XP начинает пародировать новоиспечённую и модную листу. Вставляя образ, по классике мы встречаем слегка кастомизированный граб с четырьмя пунктами меню. Примечательно, что этот дистрибутив можно поставить на USB-флешку. Хотя, будем честны, это же Linux, его даже можно на микроволновку поставить, если захотеть. Нам нужно это всё дело установить на обычный жёсткий диск. Выбрав установку с жёсткого диска, мы попадаем во всё такое же окружение и лицензионное соглашение. Как можно заметить, в соглашении чёрным по белому написано, что мы поставим 30-дневную версию Linux XP. И для активации системы нам будет необходим лицензионный ключ, который должен идти либо в комплекте, либо докупаться отдельно. Да, вам не послышалось. Докупаться отдельно. Сам дистрибутив является коммерческим, и ключ продукта необходимо было покупать за реальные деньги. Лицензия действовала 12 месяцев. Основой данного проекта являлась Fedora, и по факту людям продавали отредактированную Fedora с частью своих наработок и с опенсурс-приложениями в поставке. Программу установки, роль он и здесь исполняет Anaconda, стандартный установщик систем на основе Fedora, спросит у нас часовой пояс и раздел для установки, которому у нас сейчас просто нету. И тут я, кажется, словил нелогичную вещь. В графе «Укажите устройство для этой установки» я отметил свой пустой жесткий диск на 10 гигабайт и выбрал удаление всех разделов с последующим их автоматическим разбиением. В итоге установка пожаловалась, что корневой раздел меньше 8,5 гигабайт. Продолжение установки невозможно, ты дурачок и вообще сейчас компьютер будет перезагружен. Мне-то разбить диск несложно, но мне кажется, это немного не так должно работать. В остальном установка проходит штатно. После завершения установки и перезапуска нас встречает красивый граб и первоначальная настройка. Она здесь в 5 этапов. Лицензионное соглашение, установка пароля к root аккаунту, настройка фаервола, личные учетки и даты. Отказ от лицензионного соглашения сопровождается вопросом, а не хотите ли вы его перечитать? После добровольно-принудительного ответа на вопросы системы мы попадаем на экран входа. И плашка об активации тут как нельзя кстати. Наверное, это для тех, кто лицензионное соглашение просто промотал и принял. Рабочий стол выглядит вот таким образом. По факту это перелопаченный гном с иконками а-ля Виста без фрутигераера. Они просто приятные. Всяких фишек Виста по типу нового пуска, конечно же, тоже не будет. Он скорее экспишный, но на него натянули кастомную тему. Ну помните же времена, когда большинство юзеров буквально персонализировало свой ПК темами и различными свистопеределками на свой вкус? Забавный момент. Если разместить панель задач слева, то она сломается. Разработчики примечали, что Linux XP это молодой, активно развивающийся проект и извинялись за любые возможные недочеты и проблемы в использовании продукта, что на самом деле очень... щедро. Так как это гном, то в качестве файлового менеджера здесь будет наутилус. Нет, это не тот, который в братья играл. И, конечно же, подогнанный как проводник из винды. И как же тут меня немного раздражают эти системные звуки. Звуки. Linux XP имеет свой центр управления. Все настройки отсортированы по разделам. Причем тут есть элементы, буквально оформленные в стиле XP и несколько инструментов для одной и той же задачи. Например, для редактирования разделов на диске. Репозитории в магазине приложений давно ушли в небытие. Зато тут есть VirtualBox 2.1. На случай, если виндовая программа тут плохо работает. Точно! Какой же Linux XP без поддержки Windows программ? В комплекте здесь форкнуты вайн коммерческого разлива с более широкой по их информации совместимостью. Вероятно, в поддержку 1С пытались. Firefox здесь выглядит как Internet Explorer 7, а роль Microsoft Office выполняет OpenOffice с поставляемым конвертером. Последняя версия вышла в 2010 году, и после чего проект был закрыт. Данный дистрибутив игнорировался большей частью сообщества за его коммерциализацию. От RustVerse ныне не особо слышно. Сайт на RuDomini утверждает, что они появились в 2008, но в Linux XP говорят про 2000-ый. И на этом моменте я хочу попросить вас подписаться на канал, это меня очень поддержит как автора. На канале нет никакой рекламы, от слова совсем, а всё показано идёт в образовательных и демонстрационных целях. Перед тем, как мы полетим дальше, мы прервёмся на рекламу. Она пролетит так же быстро, как очередь за iPhone 16 и праворольный Жигуль. Не переключайтесь. Откройте новый мир мультимедиа прямо сейчас. Вместе с Windows XP. Продолжение следует... Вот мы и снова с вами. И следующее, что можно задеть, это Windows OS. Наверное, это одна из первых попыток показать обычным людям, что за рамками Windows тоже есть операционки. Первое упоминание произошло в 2001 году. Проект изначально был основан на Debian, а с 2007 года в рамках сотрудничества с Canonical они перешли на Ubuntu. Данное творение уникально тем, что его разработчиков заметила Microsoft и подала на них в суд. Да, это звучит очень забавно, но на деле ещё смешнее. В 2001 году вместе с выпуском Windows авторы создают компанию Windows Inc. с целью начала продаж собственного творения на рынке за 60 долларов. Год спустя компания получает иск от Microsoft по причине того, что название вашей ОС очень созвучно до смешения с Windows, и вообще по факту это торговая марка, вы чё? В ходе судебного процесса Microsoft популярно пояснили, что вы угораете, что ли? Торговая марка торговой маркой, но свой Windows вы назвали в честь такого предмета под названием «Окно». Слово общеупотребительное, и вообще в IT-сфере такое слово даёт ассоциацию на графический интерфейс и многооконность. И ведь правда, к тому же X-Windows System почему-то никто претензий не даёт? Слушание дела отложили до февраля 2004 года. В это же время Microsoft решила мирно урегулировать вопрос и заплатить 20 миллионов долларов. Однако компания Windows Inc. передала права на свою торговую марку Microsoft и сменила название на Linspiring. Что во второй версии, что в четвёртой, в качестве рабочего стола используется KDE 3. Меню по группам, но в комплекте нет ни медиаплеера, ни офисного пакета, ни средств работы с фото. Однако в пустых группах есть ссылка на Click&Run. О нём чуть потом. Ещё можно приметить, что вторая версия дистрибутива имеет собственную реализацию установщика. И причём он сделан очень просто. Буквально в пару кликов. По тем временам это достаточно необычно для Linux-систем. Выбор раздела, имя ПК и пароль. И это всё. Не только установщиком единым, Windows OS сильно пропитана продуктами Америка Онлайн того времени. Netscape, Messenger, адресная книга, почтовая программа. В комплекте есть ещё просмотрщики документов из Microsoft Office 97. Также тут, что очевидно, поддерживается запуск Windows-программ на основе Vine от 2002 года. В качестве менеджера приложений здесь присутствует Click&Run. Это был сервис по хранению приложений и к скачиванию с добавлением на рабочий стол буквально одним кликом. Размещались как бесплатные, так и платные и коммерческие программы. Для использования службы требовалась платная подписка в размере 50 долларов. Click&Run полагался на ПТ и ДПКГ для разрешения зависимостей и установки пакетов. В 2008 году сервис был закрыт. Забавно видеть, что система переняла интересную фишку из Windows. Во время установки нас не спросили имя, и поэтому мы будем работать от суперпользователя. Файловая система расположена на одном разделе в формате Razer FS. Windows OS позже был переименован в Linspire, а 8 августа 2008 года дистрибутив окончательно прекратил свое существование. И все силы пошли на новое творение. Xandras. Настало время рубрики «Необычное дополнение». Здесь мы рассматриваем необычное приложение, присланное нашими зрителями. Сегодня в этой рубрике поучаствует программа, которую нам прислал Сергей. XPDE. Предназначена она, конечно же, для Linux-дистрибутивов. Это оболочка рабочего стола, построенная сугубо на Kalex. А это, в свою очередь, среда разработки на языках Object Pascal и C++. Наверное, это может кому-то послышаться чем-то страшным и немыслимым, но по факту Kalex был своего рода переносом Delphi под Linux. К сожалению, проприетарным, за что XPDE иногда подвергался критике. Здесь мы проверяем версию 0.4.0. XPDE ставится вручную, и весь процесс мы совершаем на RedHat 8.0. Установка работает из-под прав суперпользователя, через файл install.sh. Далее нужно вручную создать элемент выбора сеанса, указать право доступа к нему и слегка отредактировать конфигурацию. Запустив эту оболочку, я удивился от максимально реального сходства с Windows XP. Меню пуск здесь классический, даже выбор выключения сделан на манер toyOS. Из собственных программ этой оболочки можно отметить калькулятор и проводник. Настроек здесь очень мало, в большинстве своем тут просто плейсхолдеры, зато диспетчер устройств внезапно порадовал, и окно выполнить расширяется, чего явно не должно быть. Последней версией XPDE является 0.5.1, где архив с этим пакетом представляет из себя просто панель задачи меню пуск. Существовало множество дополнений под это чудо. И просмотрщик фото, и местный пейнт, и даже экранная лупа. Но, увы, проект затих в 2004 году и не получал дальнейшего развития. Только интерес от пользователей и зрителей типа нас. От необычных дополнений мы обратно спускаемся к любительским пародирующим изделиям. На этот раз из Китая. YLMFOS. Очередной проект с целью пересадить людей с привычной в то время Windows XP на Linux. Представляет собой модифицированный Ubuntu с Blackjack'ом и лунной темой. Программа установки здесь как раз от того же Ubuntu, не Calamers или Debian Installer, а прям собственная. Ubiquity. В остальном тут никаких отличий нет. Казалось бы, а что тут уникального? Уникально то, что выпущенный в 2009 году дистрибутив внезапно имел момент востребованности на территории Китая по многим причинам. Он был совершенно и целиком бесплатным, ну прям вот ноль денег. Действительно имел, пусть иногда и смешное в некоторых моментах, но сходство с XP, даже в плане экрана входа. А какая-никакая популярность пришла из-за огромного количества пиратства и дорогих лицензионных Windows на территории Китая? Но есть и обратная сторона клинка. Как и в случае с Windows, разработчикам этой инженерной мысли передергивания пакетов могли замаячить претензии от Microsoft. По причине использования оформления. Да, даже в Китае. С выпуском четвертой версии в 2011-м они отошли от дизайна XP. А далее проект переименуется в StartOS и пойдет своей дорогой до своего закрытия в 2013-м году. В качестве оболочки рабочего стола здесь присутствует гном, а в качестве основы, как уже было сказано ранее, здесь присутствует Ubuntu. Пусть у меня на него имеется своего рода аллергия из-за снапов, но их оболочка Unity в стандартных образах была очень хороша, не люто заходила. Хотя Unity за эти годы уже успел закрыться и восстать из мертвых. Рассказывать об этом можно бесконечно, но, увы, в телевидении хронометраж, к сожалению, ограничен. Оставляя общую, скучную, максимально душную и собственную рецензию на эту тему, я хочу подметить очень много моментов. Во-первых, Linux-общество в нулевые очень сильно пыталось повторить дизайн Windows в надежде привлечь пользователей и нарастить долю. Из нынешних можно вспомнить Q4OS или Kali Linux с режимом Undercover и прочие пародирующие Windows-дистрибутивы, но если вам будет как-то интересно, то ставьте 6000 лайков. Во-вторых, сам факт существования Linux меня очень радует. Однако, меня не устраивает одна часть сообщества, которая выдает шутки по типу «I use art by the way». Может быть, это кому-то смешно, но не думаю, что такое будет забавно спустя кучу лет. Из-за разряда шуток оно для многих переросло в разряд раздражительных. Да настолько, что такие приколисты меня, признаюсь, частично отталкивают от сообщества Linux в целом. Само собой, это сугубо мое личное мнение. Вы можете быть с этим не согласны начать переубеждать. Всегда рад всех выслушать. В-третьих, получились ли из этого какие-либо серьезные конкуренты? Как по мне, вряд ли. Все показанные дистрибутивы, конечно, очень похожи друг на друга, но все же имели свои уникальные фишки. В плане ядра Linux XP использует ядро 2.6.27. Windows OS использует 2.4.19 и 2.4.20 соответственно. Здесь показывалось две версии. YLMF OS остановилась на версии 2.6.31. Кто-то предоставлял дистрибутив бесплатно, а кто-то пытался на этом заработать. Ну, что было, то было. Надеюсь, вы досмотрели это до конца. А что вы думаете об этом? Расскажите свои мнения, не стесняйтесь. На этом наш выпуск подходит к логическому концу. Информация из этого видео каким-либо образом не была искажена, даже если это 1 апреля. Иногда все же хочется как-то поприкалываться. Прикиньте, кто-то мои выпуски покажет по ТВ. Нет, бред какой-то. Здесь мы сами себе телеканал. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и смотрите другие мои видео. Огромное всем спасибо и до новых встреч, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok